365-ю годовщину битвы под Берестечком отметили в селе Пляшево Роовенской области. Там летом 1651-го сошлись армии Богдана Хмельницкого, крымского хана Ислама Третьего Герая и польского короля Яна Казимира. Почти 10 тысяч человек почтили эту дату в историческом заповеднике Брестской могилы. Более трех веков назад именно на этом месте их предки воевали между собой. Теперь крымские татары, поляки и украинцы оставили позади совместные обиды. Их объединил общий враг. Мы ехали сюда, говорили, что всей войны не выиграл никто. Народы наши програли, потому что на нашей крови выросла Московская империя, которая потом просто нас поглинула. Пока взмогались между собой крымские татары, украинцы, поляки, Москва укреплялась. И потом по 11-й она разбила все эти державные утворения. Речь Посполитую, потом Запорожье, а потом уже настала черга крымского ханства. В этом году на месте, где во время Берестейской битвы стояла крымское войско Ислама Третьего Герая, местные казаки установили памятный камень. Я шокованный поважностью местных людей, что до событий 365-летней давнины. Я еще раз хочу сказать, что есть науковая дискуссия, не больше, но сегодняшние люди очень уважают всех тех, кто был в этой битве. На этом месте, где такой камень установленный, создать что-то более поважное в памяти этих крымских татар, которые тут стояли, и то, что будет объединяться этих людей. Можливо, мы тут сделаем небольшое дюрбе. Стоял хан, и стояли татарские войска, а уже вот как дорога идет, и правее от дороги, где этот лесочек, там стоял Богдан Хмельницкий с войсками, и все поле битвы происходило в направлении, где сейчас монастырь. То есть поле битвы находится от нас, это полтора-два километра, и с этой горы было очень хорошо видно, как происходила сама битва. На месте, где происходила сама битва, обосновались современные казаки. На въезде в казацкий лагерь разбиваются флаги всех участников битвы. В казацком лагере придерживаются традиций. Варят кулеш по старинному рецепту. Сначала кладется сало на дно, потом мясо, вижарюется оно все в собственном соку, потом цибуля морковь перед сель, когда оно уже стужкуется, тогда цибуля морковь стужкуется, заливается вода и добавляется пшон. Потом варится, даются яйца, взбиваются, вливаются потихоньку, ну и зелень всякая. И потом он умливает, стает нормальная, нормальная, сытная каша, такую, которую ели казаки и мали здоровье бити врагов. На месте битвы рядом с казацкими саблями и пушками – современное оружие. Алексей Вептузик воевал на Востоке. Говорит, казацкий дух есть и в современных войнах. Я был в добровольчем батальоне, параллели были прямые. То есть это самый волевый дух казацкий, который не помер через столетия, из нас его не выбили. Украинцы воевничество, сильная, независимая горда нация. И у нас достаточно героев, сильных людей, которые готовы оборонить свою государство, свою семью, свою домашнюю. На праздновании годовщины битвы в заповеднике казацкие могилы почтить память предков собралось около 10 тысяч человек. Наталья Калинка, Эдем Ситаров, Заман, АТР.